Укрепление народных связей через музыку и искусство. Ансамбль российско-украинской фольклорной песни «Славутич» готовится к гастрольному туру по районам Тамбовской области. На репетиции ансамбля побывал Владимир Селяков. Люблю я твою роду, люблю, не вытесся, люблю, не вытесся, я ты и дышь по воду. Чарующий драматизм народной музыки во всей ее красе. Ансамбль российско-украинской фольклорной песни «Славутич» ведет свою деятельность почти 10 лет. Его руководитель Алексей Арсентьевич Дрога многие годы занимается набором материала украинских писателей, поэтов и музыкальных деятелей, связавших свою жизнь с Россией. Мы выступаем постоянно на славянских базарах, постоянно выступаем. Мы выставку выносим и выходим туда, на набережную, всегда, постоянно. То есть нас администрация области в этом плане, так сказать, привлекает. Профессионалист где-то у нас поднялся вот за последнее время, многие говорят в ансамбле, и поэтому мы будем, видимо, объезжать всю область. Музыка не единственное богатство ансамбля. Помимо эстрадной деятельности, коллектив имеет выставку произведений украинских авторов, волею судьбы оказавшихся в России. Зинаида Ивановна Артишевская, лично ведущая выставку, является дальним родственником украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко. Память о великом предке ей очень дорога. Мы сами собирали. У кого что есть, у кого что сохранилось, приносили сюда. Ну, что-то кто-то нам и дарил, что-то взяли здесь в библиотеке поставили. Вот таким образом у нас получилась выставка. В ближайших планах у ансамбля концертный тур по районам Тамбовской области. Первый концерт творческий коллектив даст в Жердевке 25 ноября. Владимир Селяков, Владимир Моисеев, Ольга Кириллова. Область новостей.